Хоу, хоу, хоу. Еще одна такая выходка, и я ухожу. Здесь классно, здесь классно. Что, тебе не нравится, что ли? С розовинкой, да? О, смотри, я сейчас тебе покажу. У меня есть сюрприз, новый рецепт. У меня нет задачи сделать прям этот, вырви глаз. Кирилл обещал пастельный. С Новым Годом! Ох, ребят, конец года, я так устала, и, наверное, впервые я вот совсем не знаю, что сегодня буду делать с волосами. Зато я знаю, хоу, хоу, хоу. Я же обещал, что я буду Дедом Морозом сегодня. Всем привет! Своеобразный Дед Мороз у нас получился такой с каре. Ну, как бы, извините. Дед Мороз, ты уматурман. Да, да, да. У тебя есть два варианта, либо вот такой, либо вот такой. Я вот за нижней такой. За нижней? А что, мы можем, кстати, сделать? Побелее меня или волосы отвалятся? Да, ну, может, что-нибудь попробовать точно можем. Ну, помнишь, мы еще обсуждали, если сделать не ярко-розовый, а с розовинкой. А что, я можешь даже парик снимать? Можешь, снимай. Жарко человеку. Это я. Все еще я. О, боже мой, сейчас я. Дожди, лаком брызну. С розовинкой, да? Ну, потом можем снова что-нибудь яркой. Или прям яркой, не знаю. Сегодня? Да. А давай, может, что-нибудь яркое сегодня покрасим? Ну, давай. А там как смывать будем, уже на месяц разберемся. Это в следующем году будет, в смысле, ну, как бы. В следующем году разберемся. Представляешь, что сегодня есть, сегодня корпоратив, сейчас с яркими волосами придешь? Я сегодня просто у ребят еще диджею, у парка Сепчук на корпоративчик. Стрижуля. Вот со стрижкой, не знаю, у меня, меня каждый день бросают из крайности в крайность. То, значит, мне нравится длина. И вот с этой стрижкой прям суперкомфортно. И у меня не было проблем вот здесь. Да. Вот то, что я тебе говорила, прям вообще. Было здорово. Смотри, мне все нравится, кроме вот этой части. Она для меня жутко плотная. Ага. И жутко длинная. Здесь классно, здесь классно. И вот хочется, знаешь, просто вот этот объем подобрать. Ага. Здесь прям вот чувствуется очень много. И это будет, ну, что-то типа короткой длинной стрижки. Ну, как бы вот как-то так я, наверное, могу это объяснить. Ну, это будет прям супер рваная или нет? Я думаю, что примерно то же самое. Просто вот этот вот. Вот видишь, вот? Вот это. Вот это прям лишнее. Вот прям хочется это сделать тоньше. Здесь все классно, здесь все классно. Здесь у тебя вот все, что там в отпуск уехало, опять возвращается. Ну, вот тут уехало много же тогда. Но видишь, я сейчас стараюсь носить на прямой пробор. Не, вообще гуд. В целом мне нравится. Не, вообще гуд. Мне очень все нравится. Мне нравится, что мы ушли от затылка вот от этого. От круглого. Ну, хватит. Мы вернемся к нему, если что, через какое-то время. Ты имеешь в виду выбритого? Вот от этого. Ага. Вот. Я его еще мягче сделаю сегодня, чтобы он прям был, ну, похож на короткую стрижку. Я не буду сделать здесь короче, но я просто сделаю здесь чуть короче. И, ну, не будем ничего брить. Пусть он будет такой, порвание немножечко. Ага. Вот. Ну, что-то типа такое. Ну, это даже не малетно, пусть будет, а торже короткая стрижка. Наверное, так это можно будет. Окей. И ты ее так текстурно классно укладываешь. Мне все нравится, на самом деле. Что-то я хотела сказать. А, кожу мы будем защищать? Я просто не знаю, что тебе Наташа наносила. Я сейчас пойду спрошу у нее и нанесу то же самое. Вот, неоксин. Неоксин? Да. Хорошо. Ром, заряд, конечно, снимаешь пока я расчет свои волосы. Очень красиво расчет. Есть подписчики, которые хотят эти волосы потрогать. Серьезно, тебе завидуют? Да. Вы завидуете мне? Доверяют только Кириллу и Роме, так делать. Такое ощущение, что очень многие пропустили наше совместное видео с Кириллом. Какое? Про стрижки. Так, еще одна такая выходка, и я ухожу. Да. У нас так мало просмотров, что мы немножечко в шоке. Зачем вы клее наносите? Мы будем клеить ресницы. Нет, это защита кожи голова от компании Nexin. Мы уже с Наташей рассказывали про нее. Мне вот, понимаешь, стоило уехать на две недели. Они тут таких делов натворили. И это наносили, и то делали. И Лиза у себя нефть уже нанесла какую-то на голову. Просто все было, мне кажется. А мы будем вначале вставлять, что мы красим в... Или уже... Мы не знаем, мы же обсуждали раз. Давай вот, пожалуйста, без этих вот, без сегодня сюрпризов, секретов. Мы сегодня максимально честные, открытые. Сказали, красимся в розовый, значит, красимся в розовый. Но это не точно. А все равно все перематывают обычно в конец и смотрят результаты. Да, да, серьезно. Только самые наши верные зрители... Преданные. ...смотрят весь ролик. Я надеюсь, вы такой зритель. Конечно. Я такой зритель. А-а-а, смотри. Я сейчас тебе покажу. Да подожди, сейчас, смотри. О, я думаю, что к моменту выхода видео на канале, я надеюсь, что я смонтирую его быстро. Будет уже 200 тысяч. Ребята, большое спасибо. Вообще, что вы с нами, что подписываетесь, что даже несмотря на то, что в последних роликах как-то непонятно мало просмотров, и я грущу очень из-за этого, плачу ночами, переживаю. Я тоже плачу. Да, и я, на самом деле, это просто очень обидно, учитывая, сколько мы вкладываем сил, денег, стараний, вдохновения. Знаете, что нам сейчас вообще стоит с Лизой собраться видео снять? Как бы вот если реально взять, ну скажи, если взять даже, например, ситуацию года два назад. Такие вот, сам встречаются. Да-да-да, давай завтра, вообще во сколько, в любое время. Я свободен еще ближайшие две недели. Мы договариваемся за месяц и полтора теперь. Да, мы договариваемся за полтора месяца. Несколько раз еще вот, ну вот из-за меня несколько раз переносили, потому что у меня не получалось. И для того, чтобы снять вот это вот 30-минутное видео, мы просто тратим уйму времени и сил, и как бы... Да, но я надеюсь, что такие трудности на канале, они временные. Я просто думаю, что все стоят в очереди за колбасой для Оливье, и ни у кого нет времени посмотреть видео. Но надеюсь, что когда будут новогодние праздники... Да, вы все посмотрите. Все, конечно же, зайдут и посмотрят, да. В общем, я просто хотела сказать всем большое спасибо, что вы здесь, что кто-то вообще с самого начала, я уверена, здесь, кстати, напишите, как давно вы вообще смотрите нас, что вам больше всего нравится на канале. Мы хоть будем знать. Я знаю, что вы всегда пишите, что вам очень нравятся наши совместные ролики с Кириллом. Что-то, кстати, негативных комментариев в последнее время мало было. Просто просмотров мало, потому что... А, я понял. Да, негативные комментарии обычно пишут очень много новой аудитории, которая нас не знает. Меня никто не хейтит. Прям как-то, знаете, жизнь. А что меня перебивает? А что, да, а что ты меня перебивает? Я, кстати, так и не разобрался. Кто кого перебивает? Можем сегодня разобраться. Мы же сегодня итоги года подводим. Можем сегодня разобраться, кто кого перебивает. Не, на самом деле, ну, не знаю, мне кажется, клевый год с тобой провели вообще. Много чего сняли, много чего сделали. Какие-то ролики были успешные, какие-то неуспешные. Ну, блин, это нормально, мне кажется. Это абсолютно вообще адекватно. И столько, ну, на мой взгляд, мы полезной информации в этом году дали. Как никогда. Как никогда, реально, как никогда. и окрашивание укладки и стрижки и и стрижки не тебя были да там столько стригли сколько раз мне приходили показывали это видео говорили хочу также вообще капец спасибо всем тем кто приходит к нам стричься очень много я знаю и ко мне приходит очень много и к другим ребятам нашим мастером тоже приходят по ну увидели видео и пришли подстричься очень круто вообще других городов вчера вот а у меня кстати девочка летает наш откуда с германии сейчас туда в закрытых границах прилетает потому что блин говорит вообще у меня была такая длина волос у нее такой короткий короткий шаг блин она так модно выглядит что вообще не описать словами на самом деле если вы испытываете неприятное ощущение при окрашивании при обесцвечивании при осветлении волос вы можете использовать вот такие ампулы для защиты кожи головы вот окрашивание обязательно после нанесения вы должны просушить их потому что это может мешать препятствовать равномерному обесцвечиванию для прихмахеров я хотел вот такой вот лайфхак вам так значит лайфхак для прихмахеров если вы работаете с обесцвечивающими продуктами и вам во первых вас нет времени очень долго размешивать миски и вам хочется сделать это быстрее реально лучшее решение которое мы принимали в салоне блендер это просто то что во первых очень быстро разбивает любую миску во вторых консистенция которая получается просто очень очень приятно и наносить на волосы все гениально просто реально блин 15 секунд и практически 100 грамм продукта размешаны вообще идеально до консистенции ну как бы вот вот сейчас если кнопочку нажать будет достаточно забавно консистенция идеальная посмотрите как она сейчас выглядит вот при таком освещении прям ну вот она то есть настолько она густая что она даже переворачиваешь но не выливается практически из миски каждый год у меня один тот же тренда просто выжить потому что но декабрь для нас закрыта западов в нереально выжить потому что этот декабрь какой-то вообще лютый тренды на какой год на следующий выдаваем быстро такой блиц как ты думаешь что будет самое трендовое следующем году а мы с тобой через пару месяцев как раз я думаю к лету обсудим оправдались ли твои предположения асимметрия асимметрия это уверен что вернется асимметрия сто процентов вот вернется все то что было было не модно прошлые года ну не может не настолько я думаю что она будет все таки такая более коммерческая вот бритый висок и вот такое каре это не коммерческо этого что-то такое знаешь из серии немножко crazy а если но это просто там но разница в длине то длинные здесь длинные здесь это вот ну что-то более-менее более более более-менее более обь campus маль от просто станет коммерческой стрижкой шаги просто станет коммерческой стрижка каскады текстуры и вот всякое вот это все что было не модно два года назад становится уже выделность в салоне и мы все больше и больше смотри Линия не отойдет в любом случае. Есть приверженцы этой стрижки, и они будут продолжать стричься. Мне интересно, где мои часы. Есть, кстати, вероятность, что я их просто не надел. Я прям как без трусов, знаешь? Я без колец, без часов, просто все без всего. Ну, правда. А что, у тебя нет такого раза? У тебя партики мои. Мы не знаем, может, и трусы забыли. А, просто я знаю, поворачиваюсь просто здесь. Копилка. А по цветам? По цветам? Блин, вот по цветам мне тяжело, на самом деле. Вообще, мне сейчас кажется, что такое разнообразие, что все. Нет такого сейчас. В следующем году будет в тренде голубой цвет. Нет такого, на самом деле, правда. А влияет то, что выбрали понтон? Очень, очень. Это больше про одежду, мне кажется. На одежду, да, то есть это скорее влияет на одежду, и в волосах это... Там же в большинстве своем какие цвета? Яркие? Да. Ну, голубой, зеленый, ну, условно, красный и так далее. Сказать о том, что в этом году все должны краситься в красный цвет, априори неправильно. Это вери-пери, это же вот фиолетово-розовый такой, фиолетово-розово-голубой. Ну, давай еще раз, что у нас там? Асимметрия, текстура, малет, челки, глянцевые волосы. Ну, мокрые и глянцевые, имею в виду. Мокрые и глянцевые? Блин, мне по цветам тяжело, на самом деле, потому что, во-первых, что-то у меня в последнее время тенденция, что я очень много стригу и меньше крашу. То есть люди меньше крашутся? Скорее у меня. Вот как-то так, знаешь, само собой получается, что у меня может быть там 12 стрижек подряд. У меня такой хвост, Владимир. Ты как пингвин королевский. Тан-таран-тан, таран-тан. Ой, а кого там встретили, кого встретили? Наталья Кондратьева, Санкт-Петербург, Россия. Здравствуйте. Ром, ну что красить будем Лизе? Есть какие-то предпочтения? Давай что-нибудь в такое праздничное, новогодний фейерверк, салюты, что-нибудь такое. В зеленую елку покрасить? Нет, зеленый не. Не вариант. У меня есть сюрприз, новый рецепт. Оу. Там написано что-нибудь? Да, да, да. Не, ничего особенного. У Лизы сегодня будет розовый костюм. Вы все говорите о том, что ей очень идет розовый цвет, ей он нравится. Я подумал, что зачем мне идти против системы, поэтому... Шандарейра в розовый цвет. Шандарейра, как тебе новое слово? Мне очень нравится, я на обложку его закину. Рецепт гениален. Берем тюбик, открываем тюбик и выдавливаем. Рецепт готов. Даже никаких секретов? Нет, все очень просто. А я такой, знаешь, я простой. Мне вот эти вот секретики не нужны никому. А сколько таких тюбиков надо здесь? Я думаю, что где-то тебе Катрина, наверное, нужно будет. Кстати, а как рассчитывать? По объему волос? Как понять, сколько нужно? Из опыта. Невозможно никак, на самом деле, подсчитать. Если, например, ты красишь, имеется в виду обычной краской окислительной, то в среднем есть значение у каждого, кому сколько нужно, например, корневую зону, на длину, в зависимости от длины, объема и так далее. Здесь с прямым пигментами не совсем так работает, на самом деле. Тем более, это блонд, и порость абсолютно везде разная, и некоторые волосы, знаешь, бывает, там прям кушают краску, прям очень много ты ее наносишь, и она прям исчезает на волосах. На некоторых волосах краски уходят меньше, на некоторых волосах краски уходят больше. Просто еще у прямых пигментов Лонда такая консистенция, что она как гель, ну как паста скорее, наверное. И ее нужно реально много для того, чтобы полностью все волосы закрасить. Ну, цвет, конечно, очень прям приятный. Что ты думаешь насчет того, что мы красим сегодня Лизу в розовый цвет? Розовый. Как в целом? Ну, хорошо. Я слышала, там есть почтем какой-то феерический розовый. Феерический розовый? Это что за цвет такой? Ну, невозможно, прекрасный, посетительный, великолепный. А, я понял, это комплименты. Мне, от нее, от нее. А вы, кстати, посчитали из голоса, кто Лизу так покрасил красивее? Ну, кстати, вот это хороший вопрос. Есть одно предположение? Ну, нет, их два. Вот узнаем, пишите в комментариях. Да, да, да. На мой взгляд, выбор очевиден. Какой? А я была задружена. Кирилл, Кирилл. Я считаю, что никто не выиграл. Я вообще был изначально против сравнения. Я, мы когда с Лизой это обсуждали, вообще без шуток, на самом деле, мы только это без камеры обсуждали, я был против сравнения, потому что нельзя говорить, что кто-то там сделал лучше, кто-то сделал хуже. Все делают хорошо, просто по-разному. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Да, да, да. Вопросы будут? Хорошо. Ставьте лайки и подписывайте комментарии. Ох, ребята, так чего красит? Погнали, погнали. Мозги, мозги, мозги. Мы высушили волосы, потому что все на сухую наносим. В чем отличие, еще раз расскажи. Цвет более плотный на сухие волосы, чем на влажные. Вот у меня еще был вопрос, как раз про то, что мы уже красились в розовый, да, вы помните, но в прошлые разы, по моим ощущениям, база была белее. Все правильно. Сейчас чуть она пожелтее, теплее, все окей, да, будет с цветом? Он будет просто не такой яркий и не такой холодный. То есть более пастельный? Он и так будет пастельный, на самом деле. Просто, я говорю, он будет не такой яркий, потому что какая-то часть уходит просто банально в нейтрализацию. И я говорю, я если что, просто там условно докрашу его в мойке, это раз, какую-то часть. Я еще какую-то часть же волос подстригу, поэтому вообще не парься. Хорошо. У меня нет задачи сделать прям этот, вырви глаз. Твои предположения, сколько цвет будет, как держаться, как смываться? Недельку я ему даю. Это если я каждый день буду мыть волосы? Ну, то есть я просто, знаешь, Жека, насколько быстро у тебя смывается цвет, поэтому... Слушай, когда мы делали пряди, просто цветные блики летом, они достаточно долго держались. Серьезно? Прямо, ну, две недели активного вообще мытья, я бы сказала так. Это забавно. Я прям даже была удивлена тоже, что прямо долго. Это достаточно долго, получается. Ты мне что-то хотела спросить про технику, что-то там где-то это... Да, тоже часто задают вопрос здесь и в Инстаграме, и просят порекомендовать фен. Какие у тебя здесь любимчики, может быть, исходя из опыта? Слушай, порекомендовать, наверное, я ничего не буду рекомендовать. Ну, вот так, чтобы... Просто для каждого свое. Я уже не покупаю фены практически давно уже, на самом деле. Вот у меня есть Dyson, у меня есть DHD, и мне, в принципе, этого достаточно. Уже много лет, правда. Ну, что скажешь по Dyson, но тебе в работе с ним удобнее? Мне не хватает его иногда. Мне не хватает... Dyson, который супер-дорогой, вот этот часовой супер-дорогой? Просто повернись назад и сними его. Вот же, он лежит здесь, ты че? Немножечко такой... Где твой фильтр? Немножко с пробегом по России, знаешь, такой, но... Сразу видно рабочий фен. Ну, да. Там, слушай, где-то я краской ляпнул на съемки какой-то, где-то... Фильтр... Да, потерялся. Не знаю, где фильтр. Как я выбирал фены? Ну, вот смотрите, для меня есть условно несколько брендов, которые я котирую. ParLux, Babyliss, GHD, Dyson. На этом все. Ну, у меня примерно то же самое. Да, согласна. Я тоже всегда говорю, что в целом ParLux надежный, Babyliss для домашних. ParLux вообще, вот, ну, отзади висит, Тором тоже, повернись с ними. Это уже относительно такая... Старенький. Это не новая версия, ну, и не старая, и не новая, я так могу сказать. Вот. Это очень хорошая лошадка, которая прям очень классно работает, очень классно... Очень классно сушит, достаточно температуры. Удобный, небольшой, не тяжелый, нормальный вообще. Кажется, что вот с Dyson легче в работе в плане шума. Он не такой же шумный. Да мне вот как-то на шум на самом деле пофиг, ну, правда. Я не сильно переживаю по этому поводу. Dyson удобный, да, для дома вообще must have. Он легкий, он быстро сушит достаточно, у него сильный поток воздуха. Я никогда, вот, блин, честно, я никогда даже не смотрел на эти цифры, вольты, ваты, вот это вот все. Скорость потока. То есть, понимаешь, да, вот насколько у меня порой отличается выбор всего моего инструмента от, например, клиентов. Да, клиенты смотрят там на... На все. На, я не знаю, шерсть ли бобра там какая-нибудь. Либо там еще что-то. Кабана быть. Кабана, бобра, белки. Блин, я вот вообще никогда на это внимание не обращаю. Если для меня инструмент... В работе удобно. Показывает свои свойства на 100%, неважно, сколько это стоит, 1000, 2000, 5000, 10. Блин, я буду этим работать, ну, правда. Мне, вот, знаешь, я хороший пример как-то приводил, с кем-то мы общались. Мне абсолютно наплевать, из чего состоит лак, из чего он классно работает. Ну, правда. Слушай, ну, я вот, наверное, сейчас уже тоже к такому мнению подхожу, что я, конечно, заглядываю в составы, но по факту мы же все равно не знаем вот эту формулу, чего там больше, чего меньше. И вот ориентироваться на... И выбирать средства исключительно по составу или фен, по всем его характеристикам, ну, иногда не срабатывает, как бы, да? Ты не знаешь деталей всех, поэтому все равно все проверяется практикой. То есть, да, мы посмотрим на составы и на характеристики, но только в практике и в использовании мы понимаем, окей нам это или нет. Абсолютно верно, абсолютно верно. Так, это кто? Ну, проверим сейчас еще. Это кто у нас? Это я. А у нас все звезды собрались сегодня здесь. Сегодня прям как на новогодней встрече со всеми героями. Голубой огонек. Да. Розовый огонек. Розовый огонек. Ой, представляете, поздравьте меня с тем, что я буду, я тоже выезжаю в отпуск, я улетаю в Дагестан. Буду в горах лежать, кричать на животных. Странный. Странный план, да, у меня? Кричать в горы просто. Кричать в горы, да, да. Подожди, как и с вами. Можете вставить, да, это суслика этого? Нет. А, я понял, мужик. Да, 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 да. Тоже нормально. Нормально, да, мы одинаковые мемчики с вами смотрим? И суслика тоже. И суслика, и дедушка можно вставить всех. Ром, мы такие старые с вами, что ли, не понимаю? Ужас. Слушай, ты там вообще как бы нас еще, ну сколько лет, на 5 нас моложе? У тебя жизнь вся еще впереди. Да, да, еще все впереди, мы уже алды просто. Нет, ну если мы с вами такие немы вспоминаем, которые были, мне кажется, только при создании интернета, только выложились. Нет, ну у них было перерождение, я думаю. Ну было, да, там были какие-то волны даже периодически. Ну вот мы, например, создаем волны. Ну да, да, да. Я хотел поинтересоваться, чем отличаются яркие и пастельные, знаешь ли ты? Смешно. Ответ очевиден, да, наверное, не знаю? Что, тебе не нравится, что ли? А, ну ты вот, ты показываешь на что пастельные, на зубы, на лизины? Нет, а вдруг у меня там какая-нибудь, что-нибудь забилось? Нет, кстати, все чистенько. Ну ты тоже, я не знаю вообще, все красиво. Мокрые волосы, где-то более яркие, где-то более прозрачные. Но в целом, когда высушу, будет просто как баблгам жвачка. Баблгам, да. Яркий баблгам. Вы бы слышали, что он мне говорил, когда камеры были выключены. Он был в шоке, когда пришел. Его просто не было час. И за час... Оператор ушел. Оператор ушел, да. И за час мы тут делов натворили. Ну, Рон. А ты не мог бы добавить туда еще и какой-нибудь феерии неожиданные? Феерии? Например, зажигалка и лак, да? Мне кажется, это будет очень феерично. Идем дым сзади, да? Это пар, да, это пар. Ну ладно, это парик. Бросайте ваши шуточки. Ну ты вообще мои волосы. Ты говорила, балманки у тебя, Лерон? Как ты их называешь? Балманки, да. Кармелита. Ну как ты из сериала? Не смотрели, что ли? Да, сериал, да. Ну, классика. Ставь плюс, если смотрел кармелиту. Я реально смотрел кармелиту? А возвращение Будулая? Морские дьяволы. Че, нет? След? Ну, не, след это уже из нового. Морские дьяволы сколько выходят? Уже лет 13? Кость, ты смотрел? А возвращение Будулая смотрел? Пойдем кофе пахнем. У меня, подожди, у меня обычно на стрижку с Лизой остается 15 минут. Это вы уже это видите все на перемотке, а я тут вообще... Ну, какая-то ворот руки-ножницы просто вот так. Процветствовать, хочу сказать. Какой-то у нас такой сегодня ролик расслабленный, да? Что-то я встаю, что-то кофе выпиваю такой. Цвет по длине ярче, чем он есть в тюбике в упаковке. Почему? Потому что длину я не осветлял. Я осветлял только корни, то есть я осветлял только вот эту часть, а вот эту часть я не осветлял. Она какая есть, такая осталась. Именно поэтому я цвет сделал чуть плотнее. Когда я начну сушить, он будет практически ровный между собой. То есть корни прозрачны, длина плотнее, а по итогу получится наоборот. Он практически выровнится. По стрижке... Слушайте, честно говоря, пока не знаю, что рассказать по ней, потому что я еще не знаю, что стричь. Как обычно. Кирилл так сосредоточен. А на самом деле он думает, так, что брать, оливье, крабовые? Вообще не шутка, реально. Ой, Ром, ты мысли Кирилла читаешь. Реально, стригу и думаю, что есть на Новый год. С колбасой или с курицей? Блин, а вот с колбасой или с курицей? Какой вы любите больше? Ну, классика с колбасой, если честно. Хоть она, конечно, и менее полезна, но мы готовим с колбасой дома. Не, у нас просто колбаса дома под запретом. Почему? Ну, типа, вредный какой-то мерзкий продукт. Я ее не люблю, поэтому я забанила ее, а у нас это... Нельзя ее покупать домой. Ты ее хранишь под кроватью? Возможно. Ночью просыпаешься, знаешь, палку прямо... Да, но вот в Оливье на Новый год раз в год можно. Нужно, я бы сказал. И нужно, да. Как Новый год встреч, так его и проведешь. Все самое яркое, нужное, вкусное, чтобы у вас все было аналогично. Я сейчас сегодня про стрижку ничего не рассказываю, я прям в шоу-импровизацию. Как будет называться? Давай мы назовем. Что это? У тебя хорошо. Бабикси, по сути, ты придумала. Так, нет, ну ты меня... Нет, это не слово было. Ну, нет, ну типа мы вместе, да. Нет, это было за окрашивание то слово. Шандарейру мы уже сделали, а вот как... Реально же... Наталья Арейра, Шандарейра. Не знаю, по-финк чисто в виде. Кирилл обещал пастельный. Не, ну понятно, что он сейчас, вон, видишь, он начнет сохнуть, он будет прозрачный. Нет, конечно. Добавлял. Добавлял на конце только. Корни-то, видишь? Какие? Что Кармелита? Смотрел Кармелиту? Да вы че, че хнулись что ли? Они меня расстраиваются. А Санта-Барбара? Мэйсон? Мэйсон? Давай, че из сериальчику посоветуем из последнего? Че тебе понравилось? Ну, слушай, я прям вот новый, я еще пока ничего не смотрел. Такое, но я Озарк начал смотреть. А ты первый, подожди, новый не вышел еще. Второй, второй, второй сюда. Мы посмотрели. У меня все посмотрели, у меня и знакомых уже все посмотрели этот Озарк. Озарк классный. Я, мне кажется, после... Да, клево, клево. А мы смотрим Эмили в Париже. Единственное, что мне этот сериал, знаешь, что навеивает? Что? Навеивает те сериалы, в котором герои ни один день спокойно прожить не могут. Да. Типа, понимаешь, да? Ну вот мы смотрим Эмили в Париже, это прям такая душа. Да? Эм такой миленький сериал. Ой, вот если хотите отдохнуть и посмотреть на красивый, прекрасный Париж, рекомендую. Ну, не знаю. Но мы еще не досмотрели. Сейчас я посушу, потом подумаю, значит, вот. Ну, и всех героев тоже очень красиво. Я сейчас смотрю Аркейн. А, я о Роме говорила, я про него, но мы их не знают, что им просто времени нет вообще. Ну, кстати, из коротких сериалов я могу посоветовать Код на миллиард долларов. Ты в прошлый раз, да, про него смотрел? Про компанию Google вообще прям очень круто, очень круто. Как-то красиво, конечно. Наташа, что скажешь? Пару комментариев от специалиста. У меня было такое же выражение, потому что Кирилл анонсировал пастельный цвет. До свидания. Да нет, я сейчас волос помою, он станет. Еще кто-то хочет сделать акцент на том, что это не пастельный цвет? Ну, подожди, почему не пастельный цвет? Смотришь, чем сравнить? Ну, да. Блин, я еще просто расческу держу в руке, вообще не в тему, на самом деле. Знаешь, типа... Нет, ну зато я буду отличаться от своего пиджака, в котором я сегодня буду играть на корпоративе. Да нет, слушайте, нет, на самом деле, я говорю, просто это решение, оно вынужденное, потому что длину я не осветлял, а длину мне опасно осветлять достаточно. Длина у нас была плотная еще с того раза, когда у нас нефть на волосах была. Вот, и мне просто... И смык, и смык, и очень красиво. Да нет, все-все классно, просто это тот случай, когда немножечко не ожидали, что именно так ярко будет. Кто не ожидал? Я. И Рома. Я ожидал. Все. Я могу тебя стричь в бороде? Да. Дай бороду, пожалуйста. Без комментариев по поводу того, что у меня на голове. Я просто в прошлый раз пообещал, что я буду в костюме Деда Мороза, костюм Деда Мороза я не нашел. Нашел только парик Кореи и бороду Деда Мороза. Если будешь смеяться, будет мало того, что цвет для тебя неожиданный, еще и стрижка неожиданная будет. Я хотела Новый год встречать ярко. Кирилл справился с задачей. Мне кажется, я справился с задачей, да. Переплюнул. Мне, кстати, даже кажется, ты уже к 31 декабря уже... Так буду, да, пастельная. Кирилл, уже иди в кадр. Иди в кадр, будем завершать это видео. Сегодня очень необычное видео, вообще не понимаю, что вы там намонтируете, а мы так вообще... Ну тебе очень идет. Давайте скажем, что Кирилл... Давайте скажем, что Кириллу не идет, пожалуйста. Все говорят вокруг меня, что идет, а я похож как это. Блин, если мне сейчас метлу дать в руку и вот так застыть, мне кажется, мне как игрушку продать можно. Ведьма, знаешь, такой вот это. Которая в кофе варит зелье. Продается... Блин, я не могу, у меня сейчас пора этот цвет. Спасибо большое, я хотел... Я только хотел сказать, можешь сказать, атомри. Ну все, давай заканчивать. Прикольный цвет получился, все супер. Чуть ярче, чем Лиза ожидала, но это все было для меня ожидаемо, потому что длина у нас была не обесцвеченная. Вот. Ну в целом все классно, два раза помоют голову, уже будет bubble gum, Рома, как ты и хотел, собственно. Да. Ну, я, пожалуй, наверное, закончу по классике. Вот это вот. По классике давай. Вот это сюда, это вот сюда. Подожди, у нас новогодний выпуск. Рома, это должно было быть эффектно. Это надо. Что у нас? Новогодний выпуск? Что-то надо пожелать? Реально? Ну, конечно, надо пожелать. Друг другу или им? Мы можем и друг другу пожелать, но сначала, я думаю, надо пожелать тем, кто смотрит нас сегодня. Что? А. Пожелай. Ой-ой-ой, сломал ветку. Сел. Реально, сел на ветку. С Новым годом. Желаю в Новом году не садиться на ветки. Что пожелать-то зрителям? Слушайте, ну, как и мы всегда, наверное, говорим, меняйтесь, не бойтесь стричься, не бойтесь краситься, меняйте свой образ, отмечайте Лизу и меня под теми постами, где вы говорите о том, что это классно, что вы там подстриглись благодаря нам, благодаря мне, благодаря каналу. Ну, собственно, я желаю, чтобы вы нас смотрели, желаю нам, чтобы мы это снимали. Представляешь, какой симбиоз какой, да. Мы снимаем, вы смотрите, все, мне кажется, просто. А тебе я желаю, во-первых, купить новую камеру. Это важно, правда, важно. Купи себе новую камеру. Она снимает просто на деревянный брусок, мне кажется. На Сименс. На Сименс, да-да-да. А-50. Боже мой, это прям. У нас сегодня реально какой-то выпуск олдов. Кармелита, Сименс-то А-50. Ну, правда, я же, я желаю тебе оставаться такой же классной. Я рад, что мы этот год с тобой еще посотрудничали. Мы прям вообще продуктивно его провели. Вообще, мы... Большое спасибо, что смотрели все наши видео. Я надеюсь, что в следующем году мы тоже будем вас так продолжать. Твой канал превращается в волосничью библиотеку. Волосничья библиотека. Реально. Я недавно задумалась, чтобы все-таки уже поменять название с диджей Лизаветы на что-то другое. Диджей Кирилл Лизавета? Диджей Кирилл Лизавет. Диджей Лизавета Кирилл. Или Кир Лиз, или Лиз Кир. Лиз Кир. Или Ром Лиз Кир. Ро-ди Ром Лиз Кир. Ой. Да, я занудок. Значит, вариантов очень много. Что мне пожелаешь? Я тебе пожелаю дальше творческих успехов. Не знаю, уже просто каких-то выход на международную арену. Ты уже в конкурсе. В апреле поеду. Ну вот, видишь, значит, я тебе удачи желаю и победы уже на еще более масштабном. Можешь сердце нарисовать потом здесь? Хорошо. Вот так вот прям. Да. Вот. Спасибо большое. Не, на самом деле мы классно дружим вообще все вместе. Рома, который вот сейчас... Покажи себя. Рома держит камеру. Родиону мы просто передаем привет. Родиону передаем привет. Всем передаем привет. Всем, кто участвует. Наташа, Яна и все твои гости, которые были у тебя в выпуске. Всем передаем привет. Поздравляем с Новым годом. Наверное, попробуем закончить. Мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вы круто встретите этот Новый год. И он пройдет у вас тоже ярким на разные события. Ну, а если мы уже говорим про волосы, то меняйтесь, будьте собой. Не бойтесь каких-то изменений. Посмотреть на себя под новым углом. С наступающим Новым годом! С наступающим! Или с наступившим, если вы смотрите. Или с наступившим, да, кстати. Да, это уже в 2022-м. Пока-пока.